И это только две новые жизни из всех, рожденных в округе в этом году. За неполной 2019-й в родильном доме округа на свет появился 1631 младенец. Такие впечатляющие цифры назвали главе округа в рамках рабочего визита. Те, кто готовится стать родителями, выбирают Красногорск, говорит Эльмира Хаймурзина. И связано это в первую очередь с качеством медицинских услуг. Комфорт отмечают и сами будущие мамочки. Как вам вообще условия? Мне вообще нравится. В отделении, где малышам предстоит появиться на свет, для будущих мам созданы все условия. Палаты оборудованы многофункциональными кроватями и современным оборудованием. Глава округа осмотрела и послеродовые палаты, в том числе повышенной комфортности, которые стали доступны с ноября. Палаты доступны по ОМС родильницам, родившим в нашем родильном доме. В палатах у нас новые функциональные кровати, холодильники, микроволновые печи, телевизоры. Самый главный индивидуальный санузел, где душевая кабина, туалет, раковина. В Красногорском роддоме комфортное не только пребывание, но даже выписка. У Читы Васильевых лапочка-дочка. Маме Марии море букетов и поздравления главы. А новорожденной Варваре подарок от губернатора. Его получают все малыши, рожденные в Подмосковье с 1 сентября. Покидают младенцы акушерское отделение и с полным комплектом документов. По отзывам, которые мы видим и в социальных сетях, и то, что я разговаривала с нашими специалистами МФЦ и ЗАГСа, которые здесь непосредственно в роддоме. Кабинет для них оборудован, где они работают каждый день. Отзывы со стороны наших мамочек очень хорошие. Это очень удобно. И папочек тоже. Другими словами, созданы все условия для того, чтобы такое важное событие в жизни каждой семьи, как рождение ребенка, чтобы все в хорошем смысле слова бюрократические процедуры, связанные с оформлением документов, проходили в удобной, комфортной среде. Семья Васильевых, кстати, из Истры. Но рожать предпочла в Красногорске. И не случайно. Акушерское отделение округа – одно из лучших в Московской области.